Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и отдельное поздравление всем любителям ПТ-М, потому что с сегодняшнего дня у нас официально появляется новая премиумная ПТ-шка 8 уровня ТС-60. Она сейчас на ваших экранах и многим ПТ-водам она понравится, а кто-то её не поймёт. Короче говоря, ПТ-ха, от себя добавлю, ломающая мозг практически во всём. Всё будем обсуждать по очереди, для начала давайте обсудим внешний вид. В легендарном внешнем виде машина выглядит действительно классно, мне очень заходит, ничего лишнего, строго и со стилем. В то же время, ребят, позволю себе в очередной раз кинуть немножко критики разработчикам или художникам, не знаю, на чьей это совести. Обратите внимание на внешний вид, видите? Вы не можете поставить на неё абсолютно никаких обвесов. Ну окей, хорошо, нет обвесов, да и нет. Но, ребят, зачем надо было убирать природно прорисованный обвес, который вы видите, когда снимаете легендарный внешний вид. И без каму здесь появляется сверху пулемёт, который действительно добавляет машине, ну, какой-то такой агрессии и серьёзности. Но как только вы одеваете этот камуфляж, этот пулемёт пропадает. Вместо пулемёта появляются вот здесь, вот дополнительные щитки. Ну хорошо, добавили вы эти щитки и не только, добавили ещё каких-то несколько мелочей, но всё же, ребят, верните пулемёт на место. С пулемётом-то куда симпатичней и гораздо интересней. Ну хорошо, не будем цепляться к внешнему виду, давайте вернёмся к тому, с чего всё начиналось. Начиналось с моей фразы по поводу того, что она будет ломать вам мозг. И первое, что она ломает, она ломает абсолютно стереотипы внешнего вида ПТ в наших с вами любимых боях. И первое, что приходит в голову, когда говорят про ТС, это ТС-5. Но ТС-5 это монолит, у которого нет рубки, она никуда не поворачивается, здесь же рубка есть. Мы привыкли к тому, что большинство ПТшек у нас в игре картонные, ну, допустим, на примере того же самого Скорпиона, да, или ИСУ-130. Но опять-таки, у этого товарища броня есть. Кто посмотрит на эту машину и если ему не сказать о том, что это ПТ-хам, все одноголосно будут говорить, что это тяжёлые танки. Он действительно очень похож на тапка в нашей игре, но окей, кто-то скажет по поводу того, что у нас есть Бабаха. Но, ребят, Бабаха не имеет брони абсолютно. И там частично поворачивающаяся рубка. А этот товарищ абсолютно отличается от Бабахи. Но не только внешним видом, не только тем, что у него есть броня, по крайней мере, вот здесь вот в башне, которая довольно часто даёт рикошеты. А ещё, ребят, отличается тем, что ты ожидаешь от него чего-то уникального в отношении орудия, допустим, какой-то мега-альфы. Но её здесь опять-таки нет. 380 единиц урона и на это на восьмом уровне для ПТ-хи, которая перезаряжается практически 8 секунд. Да, ДПМ суммарно 2900, который вполне реализуем, с учётом оборудования и амуниции, играется вполне комфортно. Опять-таки, ребят, с учётом дважды установленного оборудования на улучшение сведения, мы с вами имеем в отношении того, чтобы оно сводилось, 4,3 секунды. Хотя, в целом, в бою вполне комфортно и, я бы сказал, в большинстве своём нормально. Что касается разброса, обсудим непосредственно в самом бою, куда обязательно ТС-60 в данном видео выкатим. Что хочется сказать из минусов по данному орудию, так это в отношении пробития здесь действительно беда. 242, это при том, ребят, что у меня есть возможность поставить себе улучшение, будет 254. Я поиграл и так, и так, и понял для себя, что мне всё-таки лучше играть на досылателе, потому что в таком случае у меня ДПМ 2900, а без досылателя 2700, а это целых 200 единиц, и действительно не сильно приятно отыгрывается. Я из тех ребят, которые не сторонники понятия правильно или неправильно установленное оборудование. Я из тех ребят, которые считают, что оборудование может быть установлено удобно для вас или неудобно. Вот мне как раз удобно играть на досылателе. Как вы поставите себе оборудование, дело ваше, я никого не учу играть, я учу получать удовольствие от игры, это абсолютно разные вещи. Что касается угла склонения орудия вниз минус 7, да, он присутствует, но, ребят, не в прямой проекции. В прямой проекции минус 7 здесь никогда не будет, минус 7 вы получаете только если склоняете орудие на бок. И вот в таком случае действительно становится гораздо комфортнее. Но кто умеет играть на тяжелых танках с задним расположением башни, либо кто хорошо играет на бабахе, то, в принципе, для них сложностью в этом отношении машина однозначно не будет. Что касается сравнения с другими машинами на уровне. Ну, на уровне достаточное количество премиумных ПТ-шек, но давайте будем говорить откровенно, ТС-60 сравнить просто не с кем. Ну, просто по той причине, что, допустим, тот же самый Defender или та же самая G-Sore, которые имеют поворачивающиеся рубки, они являются машинами с барабанами. Поэтому здесь сравнение абсолютно никудышнее. Что касается тех ребят, которые являются монолитами в нашей игре, а это ТС-5, это ИСУ-130, это тот же самый Тигр 8.8 или АМХ, и та же самая ВЗ-120, это тоже абсолютно несравнимо, потому что разный абсолютно геймплей на монолите, либо на ПТ-шке с поворачивающейся рубкой. Что касается СУ-130ПМ, вот здесь уже ближе к тексту, ровно как и в отношении Скорпиона. И если сравнивать конкретно с этими машинами, то здесь действительно мы лучше будем по ДПМу, мы гораздо скорострельней, в общем, гораздо приятнее отыгрывается машина. И плюс к тому, ТС-60 имеет броню тогда, когда вот эти двое товарищей брони не имеют. Если все-таки сравнивать прям со всеми ПТ-шками, которые есть на уровне, но все-таки мне бы хотелось удалить отсюда и Дефендера, и Джессора, потому что они барабанные, то тогда, ребят, как вы видите, если вы будете играть на досылателе, у вас ДПМ хороший, приятный и вполне себе допустимый. Абсолютно нормальный показатель и существенно выше, чем у некоторых ребят на уровне. Но их очень мало. В основном плюс-минус такой же, как у Средняков, или чуть-чуть ниже, чем у тех, кто занимает передовые места, если не считать Ягдтигра 8.8. В то же время, ребят, если вы переключите себе на пробитие, то тогда, ребят, вы имеете очень-очень классный показатель по пробитию, один из лучших на уровне, но при этом у вас ДПМ падает существенно, и вы один из худших на уровне по ДПМу. Именно поэтому я себя поставил как раз-таки на досылателе. Что касается других показателей. Очень-очень неприятно отыгрывается скорость данной машины. Хуже играется только Черепаха, и по ощущениям играется точно так же, как на ТС-5. Но только проблема заключается в том, что ТС-5 монолит, и на ней приходится доворачивать корпусом для того, чтобы кого-то выцеливать, либо переместить свой прицел с одного врага на другого. Здесь же этой проблемы нет, поэтому по скорости передвижения машины очень похожи, но в отношении удобства игры все-таки в пользу ТС-60. А вот что касается всех остальных машин на уровне, как я уже сказал, не считая Черепахи, то действительно отыгрывается прям совсем уныло, и мы с вами это обязательно заценим. Что касается доходности, информации на данный момент у меня официальной нет, поэтому не могу за это расписываться, но по ощущениям 170% это в лучшем случае, потому что особого дохода по боям я лично не получал, причем вне зависимости от того, какие бы результаты я ни делал. Короче говоря, особо доходной машиной я ее назвать не могу. Что касается процента по победам, не о чем ребят здесь разговаривать, потому что те 25 игроков, которые за последнее время на ней играли, это были ребята, которые имели доступ к данной машине, тестили ее, катались на ней, ну и соответственно готовились к тому, чтобы показать вам ее и про нее рассказать. Поэтому вот эти 62, точнее 63% это ни о чем, и я больше чем уверен, что показатель данной упадет где-то приблизительно до 52-53%. В любом случае, будет на первое время повыше, чем у многих машин, но к этим машинам все уже привыкли, а к ТС-60 пока еще подходов нормальных не нашли. Коль мы уже обсудили все, что можно обсудить по данной машинке, стоя в ангаре или в сравнительной таблице, я предлагаю просто взять данную тачку и выкатить ее из ангара. Нас сразу бросают в бой, это крайне приятно, не приходится долго ждать, но все же мы имеем пару секунд свободного времени, которое вы можете потратить на то, чтобы подписаться на мой канал. Я вам буду безумно благодарен и отблагодарю вас все новыми и новыми свежими видео с абсолютно честным мнением по поводу всего, что происходит в игре. Я же от вас получу возможность развиваться, возможность конкурировать с мастодонтами, которые оккупировали YouTube, и с которыми мне хотелось бы все-таки сравняться в отношении веса на платформе, ну и, соответственно, расширяться все дальше и дальше. Спасибо вам большое за вашу поддержку и за то, что прожали подписочку прямо сейчас. Ну что, заценим. Вот она подвижность. Как вы видите, едем приблизительно к ККТ-15А. Ну, серьезно. Очень, очень уныло, очень грустно. Тянемся прям, ну, совсем страх. Что касается углов склонения. Вот угол склонения. Вот сейчас опустил на максимум орудия. И обратите внимание, вот так оно склонилось. Минус 7 здесь, ребят, однозначно не будет. Когда вы спускаете на борт орудия, то на борту действительно получается больше. Таким образом, получается, что самая классная позиция для того, чтобы играть на данной ПТ-шке, особенно учитывая, что у нее есть какая-никакая броня, это где-нибудь вот так вот стать у какого-нибудь камешка, да, сейчас потратим немножко времени, стать у какого-то камешка, скатиться немножечко назад полуромбом и вот так вот стоять. Тогда вы можете выцеливать, в принципе, там, чуть ли не тараканов, бегающих по полу, и выцеливать самые нижние, средние, господи, серые зоны у ваших соперников. Ну что, поехали, попытаемся повоевать. Все переместились на левый фланг, и нам, в принципе, туда тоже дорога, потому что самостоятельно отстаиваться, интереса вообще никакого нет. Что меня порадовало в данной ПТ-шке? Наличие брони, наличие возможности получать непробитие от соперников, и это действительно очень приятно было. Что меня не порадовало? Меня не порадовала абсолютно подвижность данной машины, ну, просто потому что она передвигается очень плохо. В то же время, когда вы начинаете сдавать назад, то скорости вам до этого достаточно. Это тоже очень приятно. Так, что касается скорострельности, ребят. Скорострельность на уровне действительно очень бодро перезаряжается, меньше 8 секунд. Это очень классно и очень приятно. Вот эти рикошеты, о которых я говорил, которые не перестают меня радовать каждый раз, как я захожу в бой. Что касается времени сведения. Как вы видели, орудие только что сводилось не молниеносно, но, ребят, в бою особого дискомфорта вы не ощущаете, а точность у орудия даже без полного сведения остается на высоком уровне. И это тоже очень сильно радует. В общем, эта ПТ-шка, как я уже сказал, ломает мозг и постоянно. Ты ожидаешь от нее косого орудия, но ты получаешь орудие, которое бьет практически в пиксель. И это действительно доставляет фана и удовольствие. Ты ожидаешь от данной машины какой-то, не знаю, картонности, но ее здесь нет. Ты получаешь непробитие довольно часто. Ты ожидаешь от нее того, что она будет играться как бабаха, но нет, она не играется как бабаха, потому что не имеет огромной альфы. И все, кто встречают данную машину в игре, у кого не активирована подсказка в отношении вот этого значка типа техники, ну поверьте мне, воспринимать будут вашу машину в первое время, пока не запомнят, что такое ТС-60, именно как тяжелый танк. И он главное, он, да, видите, оговорка по Фрейду, он тяжелый танк, не она, не ПТшка. Он действительно передвигается по карте, как типичный тяжелый танк. И именно так его все и воспринимают. Но стоит все-таки помнить по поводу того, что спереди вот этот нижний бронелист, он является абсолютно полностью картонным. И именно туда будут вас выцеливать. Поэтому нижний бронелист стоит все-таки прятать. Ну а во всем остальном, ребят, машина оказалась довольно-таки комфортной, пускай и унылой в отношении скорости передвижения по карте. Вы не то чтобы машина одного направления, но вы все-таки танк, который должен изначально поехать в правильном направлении, занять свою позицию, поддержать своих союзников и помочь им одержать победу. А вы действительно на это способны. 2115 единиц урона, и это вполне нормальный показатель для этой машины. В основном 2400-2600 я вывозил на данной тачке в хороших удачных боях, но никогда не вывозил менее чем 1800. Факт остается фактом. Два уничтоженных соперника. Что касается моей результативности по фарму, то 66 тысяч за вот такой бой с такими результатами с учетом активированного прем-аккаунта. Я не могу сказать, что это фармер, но то, что вы в минусе не будете находиться, это точно. Ну и в своей команде по урону мы занимаем заслуженное второе место, хотя очень часто занимаете и первое. Обязательно лайканем сейчас наших ребят, которые играли с нами в этой катке, как из нашей команды, так и из противоположной, потому что, не устану повторять, уважайте не только себя, уважайте не только своих союзников в случае победы, но и уважайте своих союзников в случае поражения, и уважайте своих соперников, как в случае поражения, так и в случае победы, Вне зависимости от того, с какими результатами вы конкретно вышли из боя Вот такая вот она, TS-60 Брать ее себе или не брать, когда она появится на продаже, допустим Это решать уже вам Мое дело показать вам машину такой, какая она есть на самом деле И если вы за абсолютную честность на обзорах, на канале И в целом, ребят, в отношении всего, что происходит в нашей игре То вам однозначно по пути вместе с нами Вместе с теми 17 тысячами подписчиков, которые уже есть на канале А значит достаточно просто нажать на этот желтый шильдик в правом нижнем углу И стать одним из нас Мира вам, друзья мои И обязательно спокойствия Пока-пока